Привет. Разъебашли сегодня орков. Путин, ты хуело, знай. И весь твой русский мир погибнет вместе с тобой. Чеченцев не видел, конечно, но пахнет вот этими писюнами по стенам, которые разлетелись. Пойдемте покажу. Среди Белоруссии сегодня есть поранения? Нет, в Белоруссии все целое. Вот это захоплена техника, правильно? Это захопленная техника. Это подорванная техника. Смотрим. Но ключевое есть много трофеев. И это не только раз и два. Еще стоит вон там танк. Скажите, пожалуйста, вы не боялись штурмовать? Я так понимаю, что вы штурмовали с одним танком и двумя БМП. А у врага тут было просто, ну я бачу, тут дохера танков, БМП и много чего. И вот вы все равно смогли вверховаться и захопить это все. А чего нам бояться? Мы боремся за правду. Мы свободные люди. Поэтому нам нечего бояться. Поэтому, как видно, победа за нами. Скажите, если вы застрянете Белоруссию или россиян, ну россиян, разумею, вы уже застряли. А если вы застрянете Белоруссию, вот какие ваши ставления? То, что белорусы сейчас начебто воюют за Российскую Федерацию? Будем тоже убивать. Много было видео, много было сказанного о том, чтобы они не шли на это. Но если пойдут, значит будем встречать, как и все. Скажите, пожалуйста, среди украинских военных добровольцев разумов есть о том, что полоненных не берут. Вы тоже не будете брать в полон Белоруссию? Или у вас есть все-таки какие-то сантименты для них? Я думаю, мы будем смотреть по ситуации, но скорее всего будем брать в пленных. Хотелось бы спросить, почему они это делают, из-за кого они это делают. Вот. Поэтому будем смотреть по процессу. Я бы на месте Белоруссии вздавался в полон Белоруссиям, потому что украинские добровольцы и Збройные Силы, вот, за моими спостережениями, давно уже в полон никого не берут.